Технологии будущего сегодня стали темой совещания во Дворце Независимости. Президенту доложили о ходе строительства Национальной Биотехнологической Корпорации. Новые заводы по производству животных кормов и кормовых добавок уже появляются под Минском. За сложным названием крупнейший инвестпроект для белорусского АПК, который подстегнет развитие сельского хозяйства. Его эффективный рост обеспечат высокие биотехнологии. Они в основе работы новой корпорации до сих пор в Беларуси не применялись. Проект стал возможен благодаря тесному партнерству с Китаем и личной дружбе лидеров. Внимание главы государства к строительству самое пристальное. Проект можно сравнить с космическими разработками или атомной станцией. Да, все это сложно и трудоемко, но воплощение таких идей двигает страну вперед. Белорусское продовольствие – это наш бренд. И новая большая стройка поможет нарастить конкурентоспособность и расширить экспортную географию. О технологии и графике работ на стройплощадке подробнее Ольга Онищенко. Чтобы показать, как преобразились эти земли столичного региона, придется подняться в воздух. Эта стройка в Пуховичском районе по своим масштабам, но никак не значение уступает разве что Белорусской АЭС. Да еще, пожалуй, Нежинскому ГОКу. 160 гектаров полезной площади. Территория, конечно, не ради одного завода. Здесь будет целый комплекс предприятий, связанных в одну технологическую цепочку и работающих на одну задачу – инновационного развития сельского хозяйства. К июню следующего года мы планируем запустить уже весь комплекс производств, включая объекты инфраструктуры и наше биотехнологическое производство со всеми лабораториями, научно-практическим центром. Здесь все начинается с зерна. Его глубокая переработка – вот та цель, на которую завязана работа будущей корпорации. Хотя уже сегодня проект по праву называют корпорацией будущего. Для хранения сырья здесь уже появилось более трех десятков специальных гигантских силосов – самых больших на постсоветском пространстве. Здесь всего 450 тысяч тонн зерна может храниться единовременно. Дальше у этого зерна разная судьба. Часть из него является сырьем для наших комбикормовых производств. У нас, как вы видите, четыре завода. Завод по производству премиксов, завод по производству кормов для рыб, завод по производству кормов для свиней и птиц и КРС. Дальше больше сложная технология превратит зернов в аминокислоты. За ними важная функция – они позволяют сбалансировать животные корма. Другими словами, дефицит определенных элементов приведет к тому, что животные будут хуже расти и развиваться. А нужное количество, наоборот, обеспечит необходимый прирост и привес. А в итоге – конкурентную цену на самые вкусные для мясоедов продукты. Основной нашей целью является уменьшение себестоимости мяса, молока и яиц. Мы планируем, что наши комбикорма будут соответствовать абсолютно всем высоким мировым стандартам качества, при этом соблюдая конкурентные способности. Начало одного из крупнейших инвестпроектов в стране было положено еще в 2016-м, а уже спустя два года под Минском заложили первый камень в основании нового комплекса. 14 заводов, таким будет производственный масштаб. Дело, конечно, не одного года, но и затягивать с реализацией проекта тоже не намерены. Все же потенциальные заказчики уже ждут первую продукцию. Как продвигается большая стройка, сегодня доложили президенту. Будущая биокорпорация под Минском сродни парку высоких технологий. Впрочем, президент вспомнит и другие важные проекты. С той лишь разницей, что ПВТ создал отдельный IT-кластер в стране. Корпорация станет началом развития биотехнологической отрасли. Те же высокие технологии, только в первом случае из разряда цифровой повестки, во втором – ноу-хау для аграриев. Здесь все лучшее, что придумал мировой производитель и предложил китайский партнер. Так как под Минском нет нигде в СНГ и мало где в мире, что называется по последнему слову науки с приставкой «био». Еще и потому не стоит умалять значение инвестиций. Предприятия, которые мы строим под Минском, сродни атомной станции, которую мы в ближайшее время первый блок запускаем. Это сродни созданию высокоточного оружия в Беларуси. Это космические проекты, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями. Это будущее. Ну, добавьте к этому еще IT-партий и цифровизация нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого. Я это специально напоминаю, потому что тут отдельные специально забыли, что мы осуществляем колоссальные миллиардные проекты по высоким технологиям. Проекты, которые позволяют уже заглянуть в будущее. Ну, может быть, хотелось бы кому-то, чтобы это было более масштабнее, обширнее. Но надо понимать, что это огромные деньги. И вот данное предприятие, оно не ново в мире. Естественно, не каждая страна себе может позволить такое. И в содружестве с Китайской Народной Республикой, по договоренности с Си Дзиньпиным в свое время, главой государства Китайской Народной Республики, мы осуществляем этот проект. И, как я понимаю, в течение этого и следующего года мы уже способны освоить и запустить это производство. Белорусское продовольствие не нуждается в рекламе. Более 70 стран мира в числе потребителей в прошлом году и уже более 80 в нынешнем. Растут поставки за рубеж и молока, и мяса. А вкусный экспорт приносит стране более 5 миллиардов долларов выручки. Но производители нацеливают на этом не останавливаться. Тут уж и 7 миллиардов не предел с такими-то технологиями. Но без них двигаться дальше, наращивая темпы производства и экспортную географию, уже невозможно. И чем быстрее, тем заметнее будет результат и весомее продовольственная корзина. Ни в коем случае нельзя выйти за рамки планируемых сроков. Надо предприятие построить вовремя, потому что оно должно работать, приносить прибыль. И деньги, которые мы заимствовали в данном случае Китайской Народной Республике, естественно, надо будет постепенно возвращать до 32-го года. Срок большой, но я думаю, если бизнес-план, который когда-то мы разрабатывали, осуществим, то без проблем эти деньги будут возвращены вовремя Китайской Народной Республике. По крайней мере, никто никогда к нам претензий по этому вопросу не имел. В запасе еще более десятка лет, чтобы освоить стройплощадку до последнего винтика. Но запустить главный конвейер здесь рассчитывают в будущем году. Да и медлить нельзя. На 80% продукции уже сделаны предзаказы. А потребитель не только свой белорусский, но и заграничный. Корпорация закроет потребности и национального рынка. Раньше все завозили по импорту. И позволит обеспечить запросы соседей по региону. До 40% готовы продавать на экспорт. Так что сроки, что называется, поджимают. Но графики готовы даже опережать. Есть все основания полагать, что в ближайшее время будет запущен первый этап производства комбикормов. В следующем году с опережением примерно на 8 месяцев будет запущен второй этап производства. То есть непосредственно аминокислот. Ну и дальше корпорация приступает к реализации третьей очереди проекта. То есть уже новому этапу строительства. Для этого выделяется земельный участок в Пуховичском районе. И ориентировочные показатели, которые даст этот проект, это около миллиарда долларов денежной выручки в течение ближайших лет. Итак, первую ласточку ждут уже летом. Завод даже рассчитывают загрузить зерном нового урожая. Ну а дальше корпорация нащупывает новые границы развития. Третий этап. За ним расширение линейки продукции и новые рабочие места. Только к концу года штат вырастет до 700 сотрудников. Вакансий еще много. Но многим предложат и свое жилье. Срок сдачи в пяти километрах от промзоны уже готовят два жилых дома. Ольга Онищенко, Алексей Кондратенко, Виктор Шпак и Николай Рузавин. Агентство теленовостей.